Вы слушаете канал жаж.клаб. Страшилки для маленьких девочек и мальчиков. Абонент перезвонит вам позже. Кто в детстве не устраивал розыгрыши по телефону? Звонить по номеру, который ты даже не знаешь, очень забавно. Конечно, это очень глупо, учитывая, что такие звонки очень мешают человеку на том конце провода. Традиционные фразы «мама, купи мне игрушку» или «ваша жена вам изменяет». В основном так шутят подростки и такая забава быстро надоедает. Только Катя сохранила к ней интерес, о чем собственно и пожалела. Девочка была обычным подростком лет 11. Дружила с такими же ребятами, не прочь была побегать с мальчишками. Как и все подростки, ребята любили шутки по телефону. По вечерам они собирались вместе и названивали по незнакомым номерам. Чаще всего их палил смех, от которого было сложно удержаться. Вскоре такая забава им надоела, и они ее забросили. Но только не Катя. Она продолжала названивать и шутить над людьми. Вскоре многие во дворе начали отдергивать, да брось ты это все. Погнали. В догонялки лучше поиграем. Катя не слушала. Она звонила и звонила. Было это ноябрьским днем. Школа, уроки, контрольные работы на детские забавы почти не оставалось времени. Однако Катя не оставила свое хобби. В тот день она, вернувшись со школы, быстро пообедала и сделала уроки. Потом просидела в «ВКонтакте». Темнело уже рано, поэтому вскоре наступил вечер. Родителей дома не было уехали к родственникам. А Катю не взяли, чего ребенка послякать и таскать. Ребенок же, чуть только стемнело, принялся за старое. Звонки полились ручьем, разъяренные мужчины, растерянные женщины. Иногда Катя задумывалась, кто этот человек на том конце провода. Кем работает? Какие карты ему разложила судьба? У всех ведь разные расклады. Катя, конечно, попадала от родителей за такие шутки, но ее это не останавливало. Наконец Катя позвонила на еще один номер. Из трубки послышался мужской бас. Ты правда хочешь со мной пообщаться? Катю от этого вопроса кинула в дрожь. Но она автоматически выпалила один из своих заготовленных для розыгрыша вопросов. Мама, мне страшно, когда ты придешь домой. Ничего, кроме раздражения, Катя не ожидала. Но собеседник громко рассмеялся. Подожди, Катенька, скоро приду. На этом он сбросил. Катя сглотнула, кто он. Откуда знает ее имя. Наконец успокоила себя. Просто совпадение. Чтобы успокоиться, она решила посмотреть список звонков. Но последнего номера там не оказалось. Катина сердце забилось с бешеной скоростью. Как так, девочка еще посидела в ВК и, почти успокоившись, решила лечь спать. Утро вечера мудренее, подумала она. Но заснуть ей не удалось. Екатерина ворочалась с боку на бок. Но сон не соизволил окутать ее очи. Вдруг из-за двери раздался стук. Катя затихла. Стук по деревянной двери отчетливо доходил до ее комнаты. Она не хотела вставать, но все-таки заставила себя встать и на подкашивающихся от страха ногах добрела до двери, включив по дороге свет в коридоре. Посмотрела в глазок и, лучше бы она этого не делала. На нее смотрело изрезанное улыбающееся лицо. Девочка быстро отпрянула от глазка. И в этот момент погас свет. Катя попробовала включить свет. Нервно щелкала выключателем. Но все было бесполезно, тьма завладела квартирой. До полиции дозвониться не удалось, после набора заветных цифр повисала зловещая тишина. А стук становился все громче, все настойчивее. Наконец он стал настолько громким, что дверь, казалось, сейчас вылетит. Нервы сдали окончательно. Катя чуть не завизжала. Быстро бросилась к шкафу и закрылась там, как когда-то, будучи совсем маленькой, играя с мамой в прятки. Только сейчас было совсем не весело. Она сидела тихо. Вдруг стук прекратился. Дверь легко со скрипом открылась, как будто и не была заперта. Дочка, где же ты? Раздался мамин голос. А потом мерзкий, зловещий, скрипучий смех. Думаешь не найду. Спросил грубый мужской бас. Катя еле сдерживалась, чтобы не закричать. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.